Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас снова в Пааду. Сегодня воскресенье. Сегодня стритстайл обещает быть в особенности красивым и интересным. Забегая вперед, скажу, что да, так оно и будет, потому что в Италии принято наряжаться для прогулки. И, конечно же, прогулка всей семьей это то, для чего наряжаются итальянцы, наряжают своих детей. И прогулка воскресная, она очень отличается по темпу, по своему характеру от прогулки любого другого будничного дня. Хочу показать вам эту витрину. Здесь очень интересный ансамбль. Он, на самом деле, очень сложный и, возможно, не всем подойдет, не всем понравится, но это великолепное сочетание цветов. А этот образ, это самый дорогой образ из тех, которые я вообще встречала на своем стритстайле. И хочу спросить вас, как вы считаете, эта девушка выглядит дорого, как принято говорить у нас в России. Посмотрев на нее, можно ли догадаться и понять, что на ней очень, очень дорогая одежда. Признаюсь, я этот кадр показала своему мужу. Он сказал, что она выглядит очень и очень плохо, сказал он мне. У мужчин очень часто речь не идет о том, как выглядит женщина, дорого либо недорого. Очень часто именно мы, женщины, применяем такой критерий к тому, что на нас надето. Я очень часто получаю комплименты, в кавычках, от своих добрых, конечно же, очень добрых зрителей о том, что, в общем-то, чтобы я на себя не надела, я все как с рынка выгляжу. Но на этой девушке, давайте я вернусь к ней и прокомментирую. На ней надето пальто Тедди, аутентичное пальто Тедди. Оно стоит 1850 евро. Правда, в прошлом году этот цвет пошел на скидку, но скидка была буквально минимальная, 20% возможно. У нее сумка Гуччи и у нее очень дорогая обувь. Это обувь Валентина. Поэтому, в общем-то, я думаю, что этот лук по своей стоимости, конечно же, превышает 2500 евро. И для ансамбля это дорого. И тем более, это дорого для девушки вот таких молодых лет. В Италии не принято одеваться так дорого, в такую дорогую одежду и иметь дорогие аксессуары в столь юные года. В своих видео я уже рассказывала, что тематика, как выглядеть дорого, она очень востребована на русскоязычном ютубе. И скоро выйдет видео о том, где я расскажу. И, конечно же, это видео будет по комментариям. Я надеюсь, что я смогу прямо-таки вставочки этих комментариев ставить непосредственно в ролик, потому что даже видео будет называться «Почему Левайс хуже, чем Гуччи?» либо «Почему Гуччи лучше, чем Левайс?». И Левайс возник не случайно. В комментариях мне, в общем-то, была ссылка на Левайс. Я расскажу о том, а точнее это видео будет инициировано комментариями, которые мне были оставлены под видео, где я говорила, что я пошла в парикмахерскую, к мастеру, которого я не знала, и пошла даже не стричься, а всего лишь узнать о ценах, о том, как меня могут окрашивать, что мне могут предложить. И я сказала, что я оделась подороже, колечко на палец надела, накрасилась, чтобы выглядеть не такой бледной, как я выгляжу обычно, учитывая также то, что перекись водорода я уже тогда использовала. И да, высказались все свободомыслящие, все свободные духом, все сказали, точнее очень многие написали о том, что в общем-то это унижаться, принижать себя, наряжаться перед парикмахером, и парикмахеры имеют глаз. Кстати, посмотрите, какой красивый образ. Снова шляпа и снова пальто очень красиво сочетается. При этом посмотрите, тоже вы можете сравнить, насколько хорошо и актуально смотрятся. Широкие брюки вот с таким пальто и леггинсы, либо брюки скини, которые я люблю. И сейчас я ношу тоже брюки скини и леггинсы под такое пальто, классическое пальто, завязывая его поясом, либо не завязывая, потому что я пока в общем-то не готова перейти на широкие брюки, хотя они безусловно очень-очень удобны. Так вот, мне был оставлен комментарий, и точнее много подобного рода, что у парикмахеров глаз на мед, она не сразу видит, какой перед ними клиент, неважно, вливайся он пришел, либо не вливайся. И могу сказать, что тема этого видео будет очень-очень интересная о самомаркетинге, когда нам на самом деле стоит принарядиться уж как минимум, чтобы получить то, что мы хотим, либо чтобы рассчитывать на максимально качественные услуги и на максимально деликатное отношение, точнее, корректное отношение к нам самим в той или иной ситуации. Не пропустите это видео, я думаю, что многим оно может быть именно интересно и полезно. Посмотрите, какое красивое сочетание. Перчатки и обувь полностью совпадают по цвету, и в жизни не на камеру этот образ смотрелся очень-очень красиво, очень-очень элегантно. В одном из своих ранних видео я останавливалась на термине элегантно, выглядеть элегантно. Что это такое? Что это может означать? Потому что, когда я приехала в Италию, комплимент, ты сегодня выглядишь элегантно, меня несколько дискуражило, потому что элегантность ассоциировалась у меня с каким-то возрастом, и мне казалось, что это и вовсе не комплимент, когда тебе говорят, что ты выглядишь элегантно. И здесь, в Италии, я сформировала свое представление об элегантности. Именно таким образом я характеризую какие-то элегантные компоновки, когда люди одеты элегантно. Для меня это прежде всего сочетание удобства и красоты. Вот когда красиво и удобно, то есть красиво и уместно, это элегантно. И даже спортивные брюки с пальто могут смотреться элегантно. И полностью лук может быть элегантным, потому что это красиво. При этом это уместно в повседневной жизни, прежде всего, когда мы совершаем самые-самые обычные повседневные дела. Зеленые цветные носки в горошек. Вряд ли это элегантно, но это очень красиво, это очень по-стрецитаверски. Ну что ж, светлое пальто я уже показывала в прошлом видео и говорила, предвещала, точнее анонсировала, что да, будет очень много светлых пальтов. И на мой взгляд, белое пальто это тренд. Уже много раз об этом говорила. А здесь мы видим остроносые балерины, остроносые балетки. И на мой взгляд, это тоже тренд, который выходит на улицу. Снова розовое пальто и снова очень красивое сочетание. Розовое плюс серый. Именно розовое плюс серый. Я часто вижу на витринах, на зимних витринах. Кто-то на зимних витринах показывал. А здесь, кстати, были очень красивые носки со спортивной обувью, носки с блестками, с люриксом, возможно. А здесь снова хотела обратить ваше внимание на самый обычный пуховик и шляпу. Смотрится очень и очень красиво. И в этом осенне-зиньем сезоне шляп было много как никогда. Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотрите, какая красивая пара. Это мама и сын. Мама и сын на прогулке. А в следующем кадре будет серая шуба. Их тоже я вяжу очень много на улицах. И посмотрите, как серая шуба, привычная нам серая шуба, классно смотрится с широкими брюками. Но это абсолютный стрит-стайл, абсолютный стрит-стайл данного ролика. Здесь, конечно, все очень-очень красиво. Сейчас мы видим, что на девушке даже и обувь Уги на самом деле очень сбалансированный, очень и очень смелый образ. Мне бы, кстати, хотелось его повторить. Для такого образа нужна летящая шифоновая юбка, которую мы будем не бояться испачкать. Поэтому, возможно, стоит взять бюджетный вариант для того, чтобы попробовать примерить на себя такой образ. Но смотрелось очень-очень эффектно, очень красиво, очень женственно, очень по-весеннему и очень смело. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, дорогие зрители, лично я осталась очень довольна этим роликом. И это не весь материал, который я отсняла сегодня воскресенье, точнее, уже несколько дней назад воскресенье. Могу сказать, что я люблю, когда стритстал разнообразный, когда есть классика, когда есть шубы, когда есть что-то спортивное, когда есть что-то очень-очень смелое, когда есть что-то на самом деле очень дорогое. И прямо-таки одежда с рынка. Я люблю такой микс и считаю, что мой ролик удается, когда все эти моменты, все эти образы удачно и в достаточной мере освещены в моем видео. Что ж, желаю всем удачного, хорошего, легкого начала, легкого начала рабочей недели. Увидимся очень скоро. Впереди у меня очень и очень интересный влог о том, как я позвала своего мужа помочь мне с выбором очков и что из этого получилось. Всем хорошего дня, пока-пока.